Дмитрий Стародубцев, майор полиции Незаконный оборот оружия считается все действия противоправные, которые совершаются с незарегистрированным в законном порядке огнестрельным оружием, также боеприпасами, взрывчатыми веществами. Сегодня мы расскажем о таком, как называется, простонародье самодельное огнестрельное оружие, как поджигное, которое очень многое распространено на территории Шиловского района, его изготовление и хранение. Незаконный оборот оружия опасен тем, что при изъятии данного оружия пересекаются такие преступления, которые могут привести к более тяжким последствиям. А что, действительно много оружия в Шилово? Ну, за истекший период 2016 года, по фактам незаконного хранения и изготовления незаконного огнестрельного оружия, в производстве отделения дознания находилось 15 уголовных дел, по 13 из которых лица были привлечены к уголовной ответственности. И три уголовных дела в настоящее время находятся у нас в производстве. Как пример могу рассказать, что в 2016 году был осужден молодой человек, который незаконно изготовил себя дома и стал незаконно хранить самодельное огнестрельное оружие, пистолет, так называемый поджигной, который изготавливается из подручных средств. А каким образом он делает, скажите? Как он сам пояснил, он нашел металлическую трубку, нашел приспособление для приклада, рукоятки, прикрепил эту металлическую трубку к деревянной рукоятке, с одного конца трубки сделал отверстие, и через дул ствола, который получился из металлической трубки, заряжал его порохом, пыш и металлические предметы. Как он сам пояснил, он использовал данное оружие для самообороны. А вот большой вред может нанести подобного рода? Да. А вот что, эта травма смертельная может быть? Ну а как же. И сам он может пораниться? А как же, даже при изготовлении можно пораниться, а тем более, если оружие будет уже заряжено, то есть можно повредить не только себя, но и окружающих, соседей, всех, кто там в гость приходит. Из-за данного деяния ему было вынесено наказание в виде лишения свободным сроком на 3 года, 2 месяца условно с пытательным сроком на 1 год. То есть это просто за изготовление, он еще ничего не сделал? Нет, изготовил и хранил. И благодаря действиям нашим участковым, которые обслуживают данный оперативный участок, данный факт был выявлен и установлен. После этого нам был собран материал и передан в отделение дознаний, где мы уже возбудили уголовные дела по данным фактам. А вот если бы он одумался, например, вот есть люди, у которых есть вот это незаконное оружие огнестрельное, и они думают, неправильно мы это делаем, все-таки осознали, вот что? В законодательстве Новороссийской Федерации предусмотрено, если лицо, добровольно явившись, осознавшись, явившись в территориальный орган МВД и сдавшее это оружие, освобождается от уголовной ответственности. За исключением случаев, когда сотрудники полиции уже пришли с следственными действиями для изъятия этого оружия. Тогда человек будет нести наказание. То есть надо самому собраться, взять свое оружие, а как будет проверяться, не было ли оно, не применялось ли при преступлениях? Вот, каждое оружие проверяется, проводятся баллистические экспертизы. Если оно где-то было, участвовав в каком-то преступлении, использовалось данное оружие, то, естественно, по всем криминалистическим учетам данное оружие будет проверено. И если будет совпадение, то, естественно, дальше будет проводиться проверка по данному факту. И можно будет установить, совершалось данным оружие преступление, либо не совершалось. А вот самое необычное оружие, на которое вы натыкались, может быть, даже не самодельное, в своей практике вы какое видели? Может быть, пулемет или что-то такое? — У нас, не помню, в 2014 или 2015 году сотрудниками УФСБ было изъято на территории Шиловского района оружие, которое, как считается, со времен войны, оно реставрилось. И человек у нас просто собирал, ездил по местам, где происходили битвы, собирал это оружие. — Себе, да? — Да, для коллекции. Покупал через интернет. Также была проведена экспертиза, было доказано, что это является огнестрельным оружием. И также впоследствии человек был осужден, в направленном суде человек был осужден. — Это все также запрещено, да? — Да. — Но если находишь на огороде у себя бомбу, например, то что надо делать? — Во-первых, необходимо вызвать сотрудников полиции, для того, чтобы самому не пострадать и окружающим, потому что это является повышенной опасностью. — А можно потом ее как-то разоружить и себе оставить? — Нет, это тоже запрещено. Необходимо это все сдавать, приходить и сдавать все. — То есть нельзя гранаты у себя хранить в времен войны? — Нет, ни в коем случае. — Да вы что? А какие-то обезвреженные, нет? — Нет. Все запрещено. Только что регламентируется законодательством, это специальное разрешение получается для охранения и ношения оружием. — А вот из ружьев тоже делают какие-то... — Да. Есть случаи, когда из нормального, зарегистрированного в установленном порядке ружья охотничьего, гладкоствольного, вот, некоторые индивидуумы обрезают, укорачивают ствол и обрезают приклад. То есть в самых простонародьях получается обрез. За данное деяние также предусмотрена ответственность, это незаконное изготовление оружия, так как свойство приобретается, тактик, технические характеристики данного оружия уже меняется. Вот, и за это предусмотрена также уголовная ответственность. — То есть уток уже стрелять не пойдешь? — Нет. — Нет. — Почему? Что там меняется? — Скорость полета пули меняется. Ну, основные какие-то характеристики этого ружья, оно более маневренным становится, то есть его легче будет прятать, и это считается незаконным. То есть конструкторам предусмотрена определенная длина, стандартная. Если совершается изменение, то это уже незаконно считается переделкой. — Скажите, а какой вид наказаний за незаконный оборот вот такого оружия грозит людям, если вот он использует, если он просто хранит, если он изготавливает? — Категория дел, которые подследственны дознавателям ОВД, это преступления небольшой и средней тяжести, такие как по Уголовному кодексу Российской Федерации, часть 1 статьи 222, это незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и наношение огнестрельного оружия. Его основных частей — боеприпасов, за исключением гражданского огнестрельного-голтоскольного, длинноствольного оружия, его основных частей. За данное преступление предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы, а также штраф до 80 тысяч рублей. Также частью 1 статьи 223 Уголовного кодексу Российской Федерации — это незаконное изготовление, переделка, ремонт огнестрельного оружия и его основных частей. За данный вид нарушения наказывается лишением свободы до 5 лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей. То есть это если обрез сделать, вот как раз такая ситуация получилась? Да, если переделать газовый пистолет под боевой, то есть внести изменения, то это будет уголовно наказуемо. И частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — это незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и наношение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Здесь санкция предусмотрена до 5 лет лишения свободы и штраф в размере до 100 тысяч рублей. Также хочу пояснить, что под действие данной статьи подпадают лица, которые незаконно хранят даже охотничий порох. Скажите, какими мотивами люди руководствуются, когда изготавливают оружие или хранят этот порох тот же? Ну, большинство людей, привлекаемых к уголовной ответственности по данным уголовным статьям, как пояснять, что они в целях личной самообороны. Но хочу пояснить, что цель и мотив совершения данного рода преступления не имеют никакого значения, так как их объектом является общественная безопасность граждан. И в любом случае данные лица будут установлены и привлекутся к уголовной ответственности. Ну, как-то можно себя по-другому обезопасить? Может, это газовый баллончик или что-то еще? Что вы посоветуете, если для безопасности? Ну, для... Ну, для самообороны. Ну, для самообороны. Девочкам, например, которые драться не умеют, чтобы им не пришлось изготавливать обрез. Нет, ну, вести себя так же достойно, во-первых, чтобы не провоцировать никого. Я думаю, что к нормальным человекам никакие противоправные действия не будет проводить. А если, как совершено что-то в отношении данного человека, то, как предусматривано законодательство, так же можно получить разрешение на травматическое оружие, на газовое оружие. Вот, так же на газовые баллончики. Можно. Это все законно, да. В установленном порядке, так же все можно... То есть газовыми баллончиками просто так тоже нельзя пользоваться? Нет. Может быть, вам есть что сказать нашим гражданам, чтобы они поаккуратнее себя вели в отношении оружия? Ну, хочется обратиться к гражданам, которые незаконно хранят огнестрельное оружие с призывом проведить благоразумие и незамедлительно, боровольно сдать указанные предметы в ближайшие территориальные органы МВД России. В противном случае, все равно ли поздно, незаконно храняющиеся оружие и предметы будут изъяты, и данное лицо будет включено к уголовной ответственности. Конечно, это хуже. Ну, будем надеяться, что вас услышат. Спасибо вам, что вы пришли к нам в гости. Будем рады видеть вас еще. До свидания. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова